Максим Бертьерми и Фанни Робер представляют «Антрацит», «Си Ноэми Смит» и «Хатиком» в главных ролях на Netflix. Французский криминальный триллер теперь на стриминговой платформе, и пришло время обсудить некоторые скрытые детали сериала, чтобы обеспечить лучшее впечатление от просмотра. Мы поговорим о главных сюжетных поворотах и деталях персонажей, поэтому, если вы еще не смотрели, нажмите паузу и смотрите на Netflix. Если уже смотрели, присоединяйтесь к нашему обзору. Также, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, это очень помогает. Спасибо. Теперь перейдем к основному сюжету. В 1974 году в Левионе происходит убийство Роксаны Вейл. Тело, покрытое антрацитом, находит спецназ. Они направляются в дом лидера культа Экрен Калеба Йохансена. Его последователи совершают массовое самоубийство, но он остается в живых. На данный момент журналист Салал Хейлман ведет расследование. Его дочь Аида – опытный веб-сыщик с большим интернет-сообществом. Когда мужчину похищают, Аида начинает поиски его в Левионе с фотографией Яра, которого находит в магазине на горнолыжном курорте, где он работает с другом Ромео. Она задает ему вопросы об исчезновении отца, но он отказывается что-либо знать. Яра, который родом из Парижа, сейчас живет со своим дядей, страдающим от ПТСР из-за смерти Джульетты, его сестры и матери Яра. У него также есть проблемы с бывшей женой Аникой, желающей взять на себя одноличную опеку над их дочерью Малией. У Аиды лейкемия, и когда она находит ключ в файлах отца, она обращается к своим подписчикам за помощью. Между тем мы видим, как Эмма, одна из клиенток Яра, связана в пещере с антрацитом на лице. На следующий день детектив Делука приезжает за Яра. Он успел побыть в Левионе, а это последний раз, когда Эмма видела его. Аида появляется и следила за ситуацией, когда он был с Эммой. Аида хочет, чтобы Яра пообщался с Колебом, но он отказывается. Они спорят. Она оскорбляет его, связывает в машине. Угрожает, отменяет алиби, тогда он соглашается. Глубоко внутри Джио чувствует взаимосвязь пропавших и активность культа. В прошлом у нее был кризис, ей никто не верил. Она ищет Эмму, находит шахту в Валите. В психушке Колеб говорит Яра, что тот избранный. Его раздражают разговоры о пламени, упоминания матери и огня. Он бежит, Колеб говорит Аиде, что не может исцелять ее, что ее потрясает. Когда обнаруживают тело Эммы, Джио по-прежнему подозревает Джаро. Ее супруг-детектив говорит, что землетрясение на холмах вызвали шахтеры, искали уголь. Между тем, Джаро и Ромео идут на вечеринку в заброшенном доме Кейлеба. Чтобы туда попасть, они углем намазывают лица. Флэшбэк показывает, что Айда с детства больничает. Отец дал ей компьютер, чтобы общаться с миром. Понятен интерес к онлайн-сообществу. Подписчики находят ключ к складу Салала, заполненного компьютерами и оборудованием. С виду телевизионный репортер, он что-то исследовал тайно. Айда после ссоры на вечеринке показывает команду Джульетты. Она, подруга Роксаны, ходила на вечеринке к секте Кейлеба. Айда считает, что Салаль нашел новую улику о настоящем убийце, возможно убившем и Джульетту, и сделавшем все выглядеть как самоубийство из-за ее борьбы с депрессией. Во время разговора кто-то поджег номер гостиницы от зрелища, чего Джаро замер. Во флешбеке 1904 года мы видим, как последователи Калеба совершают побоище, убив определенную жертву схожим образом с убийством Роксаны Вейль. Кто-то в одежде с образом рогатого черепа наблюдает, как Аида и Джаро бегут из квартиры после пожара. Ромео, бывший чемпион по мотокроссу, карьера которого была прервана из-за серьезной травмы. Он также брат Джио. Они втроем с Джаро и Аидой идут к шкафчику Салаля, пролистывают ВХС-ленты в поисках информации о том, кто хотел замять дела Аиды и Джаро. Также выясняется, что малыш по имени Мани выжил после массового самоубийства в культе, но его ДНК не связало его ни с Калебом, ни с Декиплями. Между тем, местный патологоанатом обнаружил биометрический чип, установленный под кожей в шее Эммы и мгновенно стертый. В приложении на ее телефоне логотип Аркесии, и Джио идет проверить это. Позже мэр сообщает мужу Джио Эрвану, что Аркесия провела колнические испытания на Эмме. Но они не знают о ее смерти, все должны замолчать. Она обнаружена на ее теле, он стал удобным козлом отпущения. Пока Ида приходит в себя от дыма, Джаро и Ромео посещают капитана Монье, который расследовал дело культа. У него Альцгеймер, перед их приездом козлоголовый нападает на медсестру. Община еды находит фото Василия, фанатика, затянувшего Манни и мать в сибирскую шаманскую общину, а оттуда во Францию. Василий стал 13-м учеником Колеба. Манни покинул после массового самоубийства и в 2000-м замерз. На фестивале под патронажем Аркесии дочь Джаро появляется без предупреждения, как и козлоголовый. Джаро и Джио поддразнивают его, когда догоняют этот Денис, много отравленных. Джио следует за Денис в дом культа, находит фреску Колеба. Теревко похоронен. Оказывается, парень, забитый в прошлом, Колеб приказал Денису сделать это, ритуал исцеления. У него был Альцгеймер. Боясь разоблачений, отравил и убил учеников. Не убивал Роксану, Эмму. И да, Джаро вместе, утром Ида шантажирует Джаро. Джаро видит Джульетту с ножом. Ранение сделала девушка со шрамом. Джаро узнает, она проповедница дочь против культа. Она носит ожерелье с символом на голове Малии. Ромео узнает девушку, Тетрас. Тетрас, легенда, старый отшельник, живет в горах. Они идут найти ее, попадают в засаду врагов Джаро из Парижа. Они в итоге разбиваются, но все равно находят мифические Тетры. Она помогает им устранить их нападавшего. Она также говорит Джаро, что Юлиус подверглась одержимости и порезала себя. Она рисовала символ на Малии, чтобы отпугнуть демона, который взял над ней власть. Она встречалась с Джульеттой ночью, как Черная Мадонна. Или Черная Дева, для предупреждения. Тетры утверждали, что отец Иды был атакован тем же демоном. Джио подозревает, что деньги не замерзли до смерти. Это был Дени, кто идентифицировал его тело. Поэтому она предполагает, что он помог ему притвориться мертвым. Она также думает, что видела его в Аркесии. Говоря об Аркесии, они исследуют микроб Ливиабореалис, белок которого обладает антивоспалительной активностью. Обычно его встречают в антраците, отсюда и шахты. Они пытаются заставить бактерии воспроизводиться в непривычной экосистеме. На кону деньги инвестора. Дракула – это человек, ответственный за Аркесию. Джио сталкивается с ним в офисе и кажется, что он скрывает деньги. Ида находит две генетические карты тканей среди вещей Салала. Она предполагает, что это для нее, но не подходит для пересадки, она нуждается в пересадке костного мозга. По словам ее команды, другой образец не принадлежит Салалу. Запись показывает, что Джульет была беременна, ребенок от Калеба. Калеб сбежал из учреждения, вызвав хаос. Медсестра Форес становится злой, убивает пациента ручкой, бормоча про миссию Калеба. Упомянув Калеба, находим его в больнице, запертым с Салалом. Ида вламывается в комнату Салала, мешая Калебу убивать его. В 94-м видим, что Салал воспитывает Иду, дочь Джульетты и Калеба. Это говорит о том, что Ида совершила инцест с Джаро. Потом Ида говорит Джаро, что они родственники. Салал сообщает, что вернулся в город, чтобы проверить, годен ли Калеб для трансплантации Иды. При возвращении домой Джаро обнаруживает мертвую Мари. Часть лица, которой покрыта антрацитом, медленно становится известно, что Фореса беременела от Калеба, изнасиловав его. Она рожает двоих детей, воспитывая близнецов и показывая записи интервью Калеба. Сын Тичуаря Гио находит браслет Малии в шахтах. Эрван, почти поймавший Гио и Джаро вовремя, рассказывает Джаро о браслете. Тем временем Ида пытается покончить с собой, но Калеб останавливает ее. Показывается, что Форе – мать Гарри, одного из близнецов и бывшая подруга Ромео. При неудобном ужине Форе ведет себя грубо и просит его уйти. Ромео тайно возвращается и обнаруживает подвал, где вырастил близнеца Гарри. Она воспитывает своего сына нормально, заставляя его быть хорошим и уважаемым человеком. Она оставляет свою дочь в шахтах, намереваясь, чтобы она выросла злым человеком, который уравновесит все хорошее, что принесет ее брат, выполнив пророчество Калеба. Именно дочь совершила все убийство. Трупы, наконец, находят Джио и Джаро, но, похоже, злая дочь есть единственная. Калеб устраивает им засаду. Но Эрвин вовремя прибывает, забирает Джио. И вскоре злая сестра Гарри сбивает с ног Джаро. Между тем, мы узнаем, что все цели убиты в качестве жертвоприношения. Валерий даже велит своему сыну стрелять в Ромео, но пули его не берут. Тут Гарри раскрывает полиции настоящую личность, матери и власти торопятся на место. С другой стороны, Калеб забирает Иду в пещеру остановить Валерия и ее дочь, узнав, что они убивают горожан. Когда лидер культа пытается их остановить, иллюзия Валерии разрушается, и она велит дочери убить Калеба. Взрыв в шахте убивает обоих персонажей, но Ида, Джаро и Малия успевают спастись и вскоре их выводят из шахты. Несмотря на то, что большинство тайн раскрыто, личность сверхъестественной фигуры, о которой жаловалась Джульетта, остается неизвестной. Ида тепло воссоединяется с Сололем, который, по ее мнению, все еще отец, решают покинуть Левиону. В конце Джаро говорит, что подходит для лечения Иды, рад помочь с операцией. В конце антрацита Ида от помощников из интернет-сообщества узнает, что ее и ДНК Калеба не совпадают. Он не мог быть ее отцом. Тогда Джаро находит старую кассету матери, узнает истину. Ни Калеба бежал ее, никакая сверхъестественная энтитет не заходил в ее комнату. Все это время это был Клод, ее брат. Имя Эннелла было обратным словом «один», которое было на футболке, которую носил Джаро. Тогда лучшая подруга Джульетты Роксана узнала об этом ужасе. Это заставило Клода убить Роксану, обмазать углем лицо, сделать это похожим на культовый акт. Он напал на Солаля, считая, что журналист опять занимается этим делом. Джаро сталкивается с дядей, ужасно его избивает, но решает не убивать. В это время приезжает Ида, чтобы выразить симпатию. В конце антрацита после титров документальной фильма «Инциденте». Главная тема – результаты расследования Солаля. Иду тоже брали интервью, но она сомневалась, что вся правда раскрыта. Она получает видео от интернет-следователей и уходит. Видим женщину, открывающую посылку у дома. Посылка вызывает ужас и она испуганно кричит. Не показывают содержимое, возможно, оставляют для второго сезона, хотя скорее мини-сериал. Исходя из реакции, подозреваю, в посылке часть тела в угле, Валери или дочь живы. Но посылка и ее содержимое могут никак не связаны с этим делом. Ида может уйти, взволнованная новым делом, которое она будет расследовать с помощью друзей-детективов в интернете. Субтитры сделал DimaTorzok